Приветствую вас, друзья, на Добром канале. В этом видео мы поговорим о том, почему свидетели Иеговы считают неоснованными на законе судебные решения против них. 6 февраля 2019 года орловчанин Денис Кристенсен был приговорен к 6 годам лишения свободы на том основании, что Верховный суд РФ ликвидировал местную религиозную организацию свидетелей Иеговы Орел, как и сотни других организаций этого вероисповедания, посчитав, что она занимается экстремистской деятельностью. Свидетели Иеговы считают необоснованным и неправосудным 1. Обвинительный приговор Кристенсену 2. Решение Верховного суда о ликвидации религиозной организации 3. Лежащее в основе всего решение о признании христианских книг свидетелей Иеговы экстремистскими материалами. Почему? Почему неправосуден обвинительный приговор Кристенсену? Потому что он противоречит собственной правовой позиции российского правительства, представленной в ЕСПЧ. 2. Власти Российской Федерации подчеркивают, что решение Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года и апелляционное определение апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17 июля 2017 года не дают оценки вероучения свидетелей Иеговы, не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение. Конец цитаты. Объяснение российского правительства в КПЧ ООН звучит так. Цитата. Решение, имеется в виду Верховного суда РФ, не ограничивает право граждан на свободу религии. Члены ликвидированной организации имеют возможность независимо практиковать свои верования, при условии, что они не будут распространять литературу экстремистского содержания, либо иным образом участвовать в незаконной деятельности. Ошибка суда заключается в том, что обычную законную деятельность Денниса Кристенсена суд истолковал как организацию деятельности экстремистской организации. Почему неправосудные решения Верховного суда о ликвидации религиозных организаций? Потому что в их основе лежат сфальсифицированные доказательства, которые Верховный суд принял на веру. В 2015-2016 годах в регионах России прошла эпидемия похожих друг на друга подбросов в богослужебные здания свидетелей Иеговы запрещенных материалов и последующие обнаружения этих материалов, что нередко фиксировалось на камеры наблюдения. Почему правоохранительные органы занимаются подобными фальсификациями? Свидетели Иеговы на своем сайте очень мягко формулируют причину этого. Чаще всего такие должностные лица, которые стоят за действиями полиции, в данном случае ФСБ, стали жертвами недостоверной информации о свидетелях Иеговы. Преследуя свою цель, они не брезгуют никакими средствами. А также потому, что нет реальных нарушений закона со стороны свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы в своем религиозном обиходе не используют издания из списка экстремистских материалов, федерального списка, и скрупулезно проверяют богослужебные здания на их отсутствие. Недобросовестные представители власти, чтобы найти предлог обвинить свидетелей Иеговы, вынуждены идти на фальсификацию улик. В некоторых случаях суды, разобравшись, выносят решение, восстанавливающие справедливость. Так, например, в 2016 году Верховный суд России отказал прокуратуре в ликвидации Тюменской организации свидетелей Иеговы. Однако, как мы с вами знаем, в большинстве случаев суды низшего звена отмахивались от протестов со стороны верующих, налагали на общины штрафы, Однако, впоследствии Верховный суд РФ придал тем решениям преюдициальную силу и формально ликвидировал все организации свидетелей Иеговы. Это привело к изъятию у верующих сотен богослужебных зданий общей стоимостью свыше 6 миллиардов рублей, а также к уголовным делам и тюренному заключению десятков людей. Почему неправосудны решения судов о признании христианских книг свидетелей Иеговы экстремистскими материалами? Начиная с 2009 года, книги включались в федеральный список экстремистских материалов за самые безобидные высказывания, например, «Люди поклоняются многому, но в Библии говорится, что есть лишь один истинный Бог». Не все верования и обычаи плохие, но Бог не одобряет те, которые произошли из ложной религии и противоречат библейским учениям. Причина нелепых решений – расплывчатое определение экстремизма. И явная некомпетентность или предвзятость судей, которые сочли экстремизмом веру свидетелей Иеговы в истинность своего религиозного выбора. «Включение книг свидетелей Иеговы в федеральный список экстремистских материалов – это единственный повод для обвинений в экстремизме, выдвигаемый против наших единоверцев в России», говорит Ярослав Севурстий из Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Верховный суд России был в состоянии своевременно отличить зерна от плевел, но не сделал этого. Это повлекло за собой невосполнимые страдания тысяч людей, вся вина которых – их вера. Они надеются, что власти России найдут в себе мужество исправить ошибки и восстановить в правах ни в чем не повинных людей. Если это видео было полезным и информативным, дорогие друзья, обязательно поставьте под ним пальчик вверх. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все свежие видео. Будем следить и дальше за развитием событий в России вместе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok